всем привет всем доброе утро с утречка у нас насюша на кухне делает сырнички кофеечек некую кофейка них не хватило сейчас мне нужно взять и кофеечек намолоть здесь у нас вот такая вот рисовая мука берем страумы берем пупенес кофе сейчас это все намолим в эту чашечку и сделаю себе кофеек ну профессион профессион Анастасия Сергеевна обалдеть смотрите короче легла в 2 ну как легла уснула в 2 прикинь я же уснула в 2 а в 7 будильник ну так себе неприятненько но я перевела на пол восьмого потому что подумал что в садик не надо и можно чуть позже встать но Полина сказала что встала очень легко после каникул и ей прям потому что отдохнул организм первый день самый легкий встать завтра тоже будет нормально а вот в среду в четверг опять будет знаете как она накапливается а там уже опять выходные да накапливается до досы так обещала вам рассказать про Макса в общем если честно собирались в больницу сегодня ехать вы уже думали вчера ехать вчера да но потом передумали поехать утром решили интуитивно знаете как то и наверное хорошо короче первый раз такое и вообще знаете так у нас первый сын и ты стоишь как этот самый надеемся не последний да знаешь Кирюшко обещал что сказать у него по мужски знаете проблема образовалась у него еще какое то было то ли воспаление то ли что температура была от этого мы сразу что не поняли но он потом сказал что у меня болит больно писать не было так что вчера утром мы проснулись Максимка что ты так орешь мы не кричи он же слышит мы пошли с Максимкой в туалет и он мне говорит папа мне больно я такой что больно я такой я такой покажи ну не так тихо ну зай ты сейчас ты меня пишешь с утра вот и я такой покажи он взял показала я увидел что он знаешь как знаешь как небольшой но очень опухший я такой опа на Максимка и он говорит что тут трогать тоже больно я такой окей подожди у меня тут все рассказал Мастюше мы связались со своим семейным врачом семейный врач нам дал указание что нужно делать что можно сделать мы поехали в поликлинику в аптеку в аптеке я купил марганцовку и купил крем да и потом стали делать ванночки ванночки мы делали с ромашкой и ванночки мы делали с марганцовкой и вчера вчера еще вечером он еще был такой синенький такой чуть-чуть он не сказал что днем он покраснел не только опух но и покраснел днем и к вечеру он даже фиолетовый такой стал и мы уже испугались и думали ехать в больницу вот но мы с ним договорились что мы поймем сегодня да и мы просто много-много ванночек за день сделали чередовали ромашку и марганцовку мазали мазью и сегодня лучше сегодня мы встали температура нет все выглядит намного лучше как здорово и все да может быть слегка может быть или это уже нам кажется не знаю ему он говорит не болит уже писать не больно кстати детских урологов в нашем городе нет нам только хирургу обращаться вот поэтому если может быть есть хороший детский уролог в другом каком-то городе можете нам посоветовать потому что если такая проблема возникла важно наверное понять от чего надо и чтобы предотвратить на следующий раз так что нужно может быть записаться не надо ехать срочно приемная но просто сходить к врачу специалисту наверное нужно вот вот так все готовим сырники дальше насколько я понимаю такая проблема в принципе у мальчиков часто я все изучила и еще конечно до такой проблемы я знаю что такое может быть и так далее и то и то может быть ну если вам есть что сказать по этой теме обязательно напишите свой опыт и вообще что как чего будет интересно почитать потому что как бы это очень важно ммм какая красота я представляю как это будет вкусно обалдеть сметанка сырнички с утра все не хватит уверен да что так мало ну не хватит ну потому что завтрак это занято это же не обед было вкусно? да очень вкусно просто полный рот очень вкусно реально так товарищи новости с нашего королевства на сегодня на сейчас записалась я мне семейный врач посоветовал врача которому записать Макса сегодня хоть и лучше все да но мы продолжаем делать там ванночки все такое блин короче мне надо вдруг у меня закончился снова мой бронзер у меня закончился консилер заканчивается этот просто уже на дне видите и что мне еще надо было короче короче вот и я позвонила в больницу короче врач посоветовала записать к детскому хирургу специалист именно по этой области тоже и я думала запишусь опять там через 2-3 месяца знаете как обычно у нас и я позвонила они спросили у вас ну по какому вопросу какая-то проблема есть я сказала и она записала уже на послезавтра класс я считаю ну хоть и лучше стало да мне колется здесь хоть и стало лучше но я все-таки считаю что действительно нужно осмотреть посмотреть разобраться что как что там должно быть что не должно быть как избежать в следующий раз такого и так далее да правильно правильно послезавтра мы пойдем как это будет я не знаю это наверное как с зубными первый раз да тут и вообще это такой момент знаете надеюсь все нормально будет и не придется силой снимать штаны ну вы поняли сейчас хочу накраситься эти кудряшки меня прикалывают до сих пор главное они мягкие вообще даже голову жалко мыть в общем буду краситься скоро мы поедем с Полиной я вот думаю съездить все-таки сейчас в Дрогас и в Пепко мне надо мне нужна еще одна баночка муку пересыпать рисовую или позже подумаем так ну что друзья после такого вкусного завтрака можно находиться в таком вот замечательном красивом рифте и съездить на один из объектов и там кое-что сделать так так вот мы находимся из одного из объектов в этой комнате тоже нужно было все покрасить я уже все полностью подготовил сейчас вот мне нужно дать мою такую лампу и просмотреть вот так вот стены если где-то есть какой-то косичок в принципе как вы знаете то тогда я беру и буду клеить скотч и потом буду найти эти места где есть какая-то цаопракинка или что я это беру и и зашпаклю так ну вот я прошел со фонариком костюков показалось очень мало раз два три там парочку там парочку и там парочку сейчас возьму это все зашпаклюю эти места и подожду пока высохнет так ну что там я все сделал так зашпаклевал покрасил ой не покрасил зашпаклевал и сейчас ждем пока это все высохнет здесь конечно света нет такого нормального вот когда сейчас все это высохнет эти места которые я зашпаклевал и тогда позже проедем и это мы уже зашкурим и будем красить уже потолок сейчас едем на другой объект извиняюсь очень за качество у меня не айфон 14 про и не 15 про у меня обычный сам сумок так что извиняюсь за качество так ну а сейчас мы находимся на другом объекте это тоже мне нужно делать комнату комната полностью будет обшиваться регипсом полностью видите я уже обшил потолок на пол будет класс целом и над вот сюда буду клеить регипс на вот эту торцевую стенку буду клеить регипс ну а так вся эта комната будет обшиваться регипсом короче едем домой видите у меня машина маленькая я у меня в машине сейчас профиля длина у них 2,60 они врезают еле-еле короче мне нужна другая машина и кое-что поделал на одном объекте кое-что сделан на другом объекте и клей у меня закончился для того чтобы клеить регипс поэтому я уехал с того объекта потом поехал на другой объект покрасил там потолочек вот завтра на одном объекте нужно покрасить стены и тогда я комнату сдаю так вот так едем домой посмотрим что делают мои хочется кушать посмотрим как Максимка там Настюша должна была съездить за полиночкой забрать ее из школы пофигла еще я так и поеду в центр Полина завтра приглашена на день рождения к подружке едем за подарочком и нужно вдруг заскочить а но это я вам уже сегодня говорила дети уже выше на улицу оделись что еще потом приехать домой кстати Максим сегодня хитрил да опять говорит зеркало грязное говорит типа я болею я на футбол не пойду температуры как бы уже нет писюн не красный если Максимка болеет может мне на больничный перейти если хочешь идти мы официально на больничном и по садику у нас есть информация уже у нас новая воспитательница я так поняла нам нашли нового воспитателя там новая у нас схема система и так далее будет на днях собрания тогда расскажу вам чуть поподробнее пока Настюша с Полиночкой выбирает подарочек такой бьюти бокс Максимка катается на крусселях да Полиночка хочет что-то купить все в один цвет обязательно да масочку шикарно Максим Максимка решила нам помогать будет возить корзиночку да что-то Полиночка уже выбрала что такое да да мило давай давай это я думаю что нам будет а я соус а пока девочки подарок выбирают с Максимкой выбираем пасту зубную для детей что это под тушь да молодец показывай что мы купили что за паста молодец I wish you a Merry Christmas ребят смотрите это это вообще да так быстро так рано вообще каждый год удивляюсь что рано абсолютно каждый год скоро елка атмосфера класс да все поедем в лес поедем в лес а я больше всего люблю зиму а не лет не знаю значит так напишите вы уже знаете как вы празднуете нового волчонок одинокий да какие прикольные стоят тут везде вот оленя оленя да олененка олененка да такой медненький нет это хорошенький моя чашечка мальчики хлеб купите все все зашли в риме купили какие-то недостающие продукты полина будешь показывать что купила да подарок дома давай дома а давай так у полины быстрая распаковка бьюти бокс для подруги она сама собирала бегала мы купили такой вот пакетик вот такие вот конфеты самые вкусные я не успеваю мы купили вот такую вот бомбочку надеюсь они не посмотрят до того как мы подарим шампунь пена поль я не успеваю сфокусироваться это пена для душа да что ты говоришь в лесу вот такие вот помадки это помадка вот такая вот масочка масочка для лица крем для рук и вот такая вот тушь тушь все таки девчонки взрослые да в общем такой розовый бокс она создала сама мне кажется классно да девчонки я вот всегда у тебя спрашиваю когда она составляет подарок тебе бы самой понравился подарок если бы тебе подарили да вот это самое главное смотрите здесь одна вот такая вот фирма да ролик класс ну все вкладыв пакетик и мама пойдет готовить ужин еще сделаю я эту открытку да только переоденься в домашнее да недавно был комментарий писали показывать почаще еву и марсика тогда влоги будут еще интересней ну пожалуйста это ева марсик это марсик иди сюда иди 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 сюда подожди подожди ева ева ко мне вот марсик все они здесь дружат молодец ева 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 иди ко мне марсик ева такая суетливая дети по сравнению с марсиком он смотрите такой царь у нас а ева 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 все еве надоело мама ты че зачесался тут а че ты зачесался ну говори а ева мне на отец облизнула тебя да все мама пошла готовить все ну теперь просто обязаны поставить лайк репост комментарий ради животных мини распаковка сыр купила бри хочу взял маленький кусочек потому что меня знаю пропадет маленький кусочек это самое то летошко теперь спиранты консилер ананасы сегодня меню придумала поле зубная паста для малышей 0,6 лет зелень смесь салатов мне вообще такая очень нравится и последнее время у меня вся зелень просто портится реально я не могу найти ту которая хотя бы два дня полежит мне например на один раз много этого этой пачки салата да то есть я бы разделила на несколько раз она просто вся течет особенно мне не нравится в лидл такая зелененька и в древне вроде как ничего вот это я увидела в ней про зелень горошка я ее так люблю и схватила буду есть обожаю просто так я уже готовлю у меня здесь вовсю варится картошка в духовке запекается мясо опять лезешь я на этой овощечистке огурцы порезала порезала как его назвать лимон сюда целый выдавила перец соль сейчас положу и сметана у меня безлактозная очень вкусная кстати и будет вот такой у нас салат мама ну говори ты сказал тебя поснимать сейчас поедет папа проснется и поедете папа отдыхает у нас да сейчас поедете поедете пожалуйста парина даже с огурчиками и у нее без ананаса видите потому что ананас такой она любит держи крепко тарелку да запеченый не любит как слезается стала быстро нет да Америка и Европа где ты туда? тот ну так у нас зеленый горошек я паренька рассказал что ты уже мусорка на фоне ты сделал странный мясной салат а салат необычный огуречник ну я же в себе так делаю иногда мне так очень нравится но я его тогда палочками ем только проснулся, кстати только проснулся На Милочку и иди кушай. Спасибо тебе большое. Всей семье математику делаем. Полина. Это за поля вышло. Ты считаешь красиво? Да. Дочь. Надо было перенести, перенос сделать. В общем, вот такие у нас примеры. Вот эти вот верхние. Ой, извините, прыгает свет. А мальчики у нас собираются на футбол. Да? Да, да, да. Да, вон тебя видно. Что ты на столы у меня лазишь? Мы его все-таки сегодня уговорили. Мы не дали вариант не идти. Хватит. Мы не дали вариант не идти. Хватит. Хватит. Дальше. Дальше делить на 8? Да. Таблица на Женя. Угу. Очень лап. Равна 3. Угу. Так. Писни 3 умножить на 9. Равно. Писни 9. И 2, 6, 4. Уверена? Подумай еще. 26? Нет, подумай еще. 23. Что у нас там бы тоже получилось? 27. И 27 плюс 27, да, получается? Угу. Следующая. А, ты считаешь? 20. Кстати, здесь тоже можно такой способ применить, как я тебе показывала. Я уже забыла. Подожди. Сложи десятки сначала. Ммм. 20 плюс 20. Правильно. 40. Угу. Мы там 7 плюс 7? 7 плюс 7 равно... Вечность. Соедини. Агумер? Сколько я говорила? 20. 40. 52. 54. Угу. Легко таким способом? Ммм, так. Да. Что дальше? Следующий пример. А. 99. Так, вечер. И мы с Максом завариваем очередной тазик. Очередную ванночку. Кстати, вчера сделали их много, сегодня. Тазик, кстати, у меня испортился от марганцовки. Теперь он желтый. И почти не отмывается. Давай мне все, я сейчас буду вытаскивать уже пакетики. Максим считал мне тут пакетики. Не брызгайся, но кипяток. Ты слышишь? Давай. Сейчас мы уже пойдем посидим 30 минут попкой вниз. Да? Започитая, что я. Мы только что просто так убирались дома. Это так, будто я пописал. Да. Мамка я типа. Да. Короче. Мать психанула сегодня. Всех организовала. Сама организовала. То есть мы сделали. Вот сейчас 9. Мы, наверное, за час, вот последний этот час, так хорошо убрались, что прям все просто бегали и убирались. Но сегодня тогда уже будем с вами прощаться. Мы пойдем отм... в тазике сидеть. Пойдем спать, да? Я не готова. Я ел под. На тренировке все было хорошо? Нет. Я не убил голову. Не забил голову? Папа влог снимал? Нет. Нет. Ну, хорошо. Ну, хорошо. Ну. Говори всем пока. Вот так. Всем пока. Еще один блогер. Всем пока. Ай. Не готовилась. Увидимся завтра. Субтитры сделал DimaTorzok